Всем привет! Доброе утро! Добро пожаловать в новый влог! Мое утро начинается с приятностей. Наконец-то приехали пригласительные на первое причастие нашего Захара. Оно состоится совсем скоро. Я настолько была занята какими-то другими делами. Мы учили молитвы, все тексты. Их столько оказалось, что я обалдела. Но что касается организации, все, как говорится, в последний момент. И я заказывала эти пригласительные на польском Allegro. Это типа как eBay. Там можно найти все, что угодно, в том числе и вещи handmade. Можно было выбрать самой дизайн. Мне понравился вот такой. Часть элементов, конечно, напечатана на принтере, но все равно есть детали, которые вручную приклеивались. Бантик завязан. И я уже не буду ничего писать внутри, потому что я заполняла все бланки для каждого гостя. И здесь также указаны детали самого мероприятия. Где состоится служба, где пройдет коммуня. По-польски это коммуня. И также где мы будем отмечать адрес ресторана. И также к каждому пригласительному прилагался вот такой крафтовый конверт. Мне очень нравится, как вышло в итоге. И я без преувеличения могу сказать, что это очень важный день в жизни каждого ребенка здесь наряду с 18-летием. Так что на этих выходных будем развозить пригласительные. Я сегодня очень плохо спала, потому что моя мама возвращалась в Украину. Так сложились обстоятельства, что она вынуждена была поехать. И сколько бы я ее не просила, не уговаривала, не предлагала какие-то другие решения, к сожалению, это было не неизбежно. И также уехали те украинцы, которые были у нас. Мы сначала им нашли квартиру. Они немножко пожили там. И потом тоже сначала они уехали, а потом и моя мама. Я, конечно же, очень сильно переживала, потому что ни в Киеве, ни в Киевской области, вообще ни в одном регионе Украины сейчас небезопасно, потому что продолжают летать ракеты. Я не знаю, как отучить себя от того, чтобы постоянно проверять, нет ли где-то там тревоги. И я, конечно, в последнее время настолько сильно себя запустила и начинаю откручивать все назад, для того, чтобы не превращаться в моральную и физическую развалюху. Потому что, если я угроблю себя и внутренне, физически, никому от этого не будет легче и проще, и тем более моей семье. Сейчас я решила не краситься особо. Ну как, нанесла блеск для губ и прозрачным гелем зачесала брови, чтобы вас тут сильно не шокировать, но есть как есть. Я сейчас еду к косметологу и попрошу, чтобы со мной что-то сделали. И также я уже вижу несколько забитых пор у себя на лице. Нет каких-то суперактивных прыщей, но, тем не менее, я нуждаюсь в чистке. Посмотрим, это будет мануальная чистка или комбинированная. Если я уже что-то заприметила, поверьте мне, я могу такого натворить себе на лице, что это будет полный кошмар, и даже за две недели это, может, и не заживет до праздника. Поэтому я решила довериться профессионалу, чтобы все было аккуратно, и чтобы я там уже даже завтра нормально выглядела. И также заметила, что у меня очень сильно отрастают волосы. Потом как-то покажу вам, чем я пользовалась, потому что вы были правы. После ковида волосы выпадают ого-го. И после того, как меня очень сильно и коротко постригли перед новогодними праздниками, я даже как-то не акцентировала на это внимание, потому что это же не зубы. Они очень быстро отросли, и я состригала волосы, наверное, месяца полтора тому назад, когда у нас была куча людей дома. Мы приглашали парикмахера домой, и здесь она стригла всех. И маму, и меня, и всех мальчиков. Мама она даже красила. Моя мама осталась довольна. А ей не всегда сразу можно угодить. Но она говорит, что ее хорошо постригли и покрасили. Я думаю, фух, слава богу. Потому что у нее короткая стрижка, и волосы очень плохо обесцвечиваются. И она могла не просто остаться с плохой стрижкой, а еще и желтого цвета. Но получилось все очень красиво. Меня тоже постригли. И сейчас вижу, что волосы снова отросли. И пока что не буду их трогать. Сегодня, девочки, я еле высушила голову. Уже лишь бы как просто феном. Потому что у меня болят и руки, и ноги. После вчерашней тренировки я реально хожу на прямых ногах. Потому что я не могу согнуться. И не хочу обрезать сейчас волосы. Потому что, возможно, я сделаю какую-то прическу на первое причастие. Но меня смущает то, что в 9 часов мы должны быть в костеле с наряженными детьми. Мне нужно успеть накраситься, еще доехать в центр Кракова. Я боюсь, что я не успею еще и сгонять к парикмахеру. Поэтому хоть как-то там и закрутить, завязать. Ну, чтобы было опрятно. А если я ничего не придумаю, то, может, чикну. Как раз освежу свою прическу. Не могу на себя смотреть. Признаюсь вам честно. Вот вообще я себя довела. И мне кажется, что даже время декрета я никогда себя так не запускала. В плане ухода, в плане вообще того, чтобы следить за собой. Все там нашлепала. Вечером умылась, плюхнулась спать. Если удастся уснуть. И это как бы все. Так что начинаю сейчас акцию реанимации себя, своего внешнего вида. Перед, на самом деле, даже двумя праздниками, которые будут в нашей семье в июне. В прошлый раз мы с вами гадали, что за цветок такой у нас появился. Он уже отцветает. И некоторые девочки писали, что это рододендрон. И я потом уже нашла этикетку. Действительно, это рододендрон. Еще раз убеждаюсь в том, что вы у меня знаете все. В прошлом влоге мы с вами гуляли по саду. Я совсем забыла, что у нас есть третья глициния. И я даже не видела, что она распустилась. Мне Томок потом сказал, и я прибежала посмотреть. Боже, какая красота. Может, камера этого не передает. И она совсем еще маленькая. Но когда-то она разрастется. И будет выглядеть, как такой нежно-фиолетовый водопад. Я балдею. Уборка не отпускает. У меня сегодня стирка детских вещей. Уборка в их ванной комнате. Прежде чем я этим займусь, я подумала, что я сначала помою все свои кисточки. Заодно все переберу. Во-первых, они в принципе в этом нуждаются. Я не помню, когда я это делала в последний раз. И также я регулярно встречаюсь с девочками, кто временно переселился сюда, в Польшу, без ничего. Передаю какие-то вещи, которые у меня есть в избытке. Что-то для деток. И некоторые девчонки просили меня какие-то кисти. Неважно, новые или не новые. Что-то, чтобы можно было накраситься. И, как видите, кисточек у меня много. Поэтому есть чем поделиться. Не знаю, какие из них чистые, какие грязные. Частью пользовалась мама, частью я, девочки тоже, которые были у меня. Поэтому мне нужно сейчас все перемыть. И для того, чтобы все хорошо высушить, я буду использовать вот такой стенд. Они продаются на Алике. Моему 150 тысяч лет. Но я не вижу смысла менять. Даже несмотря на то, что вот эти отверстия здесь силиконовые немножечко пожелтели. И сушу кисточки вверх ногами. Тогда кисти гораздо дольше сужат. Я не помню, когда я выбрасывала какие-либо кисти, честно говоря. Они все в нормальном состоянии. Когда помоются вообще, как новые практически. И также иногда кисточки продаются в вот таких сетках. Я никогда их не выбрасываю. Они растягиваются. И вообще их можно купить отдельно на том же Алике. Если ворс синтетический, то все равно, как сушить кисточку. А в случае натурального ворса, это супер классная идея. Потому что тогда все высыхает ровненько. И ворс не торчит. И форма у кисточки сохраняется. Так что берусь за дело. У меня сегодня, как видите, очень много работы. И помимо кисточек тоже. Я в шоке. Да здравствует дерматит. Я думаю, что Алина, которая сегодня еду на маникюр, будет очень сильно удивлена состоянию моих рук. Сейчас пойду искать какой-то крем. Потому что у меня кожа высохла нафиг. Также я в шоке от количества кисточек, которые у меня расплодилось. И от того, сколько всего я перемыла. Вы знаете, я, конечно же, не все это покупала сама. Часть кисточек мне присылали на обзор. Там заива, разные бренды. Но очень много я также покупала сама. Для того, чтобы иметь сравнение. И я, конечно, не буду снимать отдельное видео. Сейчас тоже не буду рассказывать подробно обо всем, что тут находится. Но вот эти кисточки для меня просто бесценные. Они из Алиэкспресс. Это кисти для глаз. Наверное, когда-то куплю себе целый набор для лица. У меня всего один спонж. И то погрызанный. Нужно срочно купить новый. Потому что этот уже разваливается. Очень нравится вот эта кисть Сенсейшн. Где-то я посеяла универсальную кисточку для глаз. Где она есть вообще? Без понятия. Может, мама забрала для тона. Конечно, Зуива вот такие. Или Real Techniques. Они очень прочные. И до сих пор не развалились. Для пудры. Безымянная. За 20 злотых. Купленная, наверное, 7 лет тому назад. Вот такая. Ручка уже, конечно, подгуляла. Но, тем не менее, она так круто наносит любую пудру. Не могу никак с ней расстаться. И вот эта от ECO Tools. Потрясающая. Покупала на iHerb. И, между прочим, мои Herb сейчас уже снова доставляют в Украину. Я оставлю вам ссылки на какие-то кисточки или на наборы, которые я люблю. И большая часть, наверное, будет из Алиэкспресс. Я где-то тут отдельно отложила. Вот моя кисточка обожаемая. Также мне нравится польский бренд Hakuro. Hulu Brush, по-моему, так. И Зуива. 227-228. Еще, знаете, какая для подводки. Такая скошенная. Я ее использую для бровей. Не знаю даже, чем ее можно было бы заменить. Но, основное, так. Можно найти и в других брендах. А это, пожалуй, вот самое-самое. Короче, места для всех кисточек у меня не хватило. Я сейчас запаковываю их в эти чехлы. И хотя бы вот так буду сушить. То есть, на краю чего-нибудь. У меня это стиральная машинка. Я заметила, что когда я сушу кисти вверх ногами, они потом реже расклеиваются в области ручки. Надо было бы радоваться, что всего так много. Но я еще нашла один контейнер с кисточками, кстати. Вот это еще одна любимая кисть для пудры. Ну, ничего. Будет чем делиться. Несколько новинок для дома. Я помню, что я обещала вам показать одежду и обувь. Но погода меня совершенно не мотивирует. Я сама это все не ношу, потому что у нас очень холодно. Напишите, как с летом у вас. Но, тем не менее, для дома мне захотелось кое-что приобрести. Я была в аутлете в Краковском. Он называется Factory. Туда нужно ехать или на машине, или на автобусе. Он находится как бы практически за городом. Так вот, помимо того, что там очень много спортивной одежды и не только все со скидками. Например, есть C&A, CCC. Ну, такой как бы торговый центр, где много именно аутлетных магазинов. И ОБЭК там, и Фурла раньше была, не знаю, как сейчас. И Манго. Манго закрыли, к сожалению, какое-то время тому назад. И, короче, меня как всегда несет вообще не в ту степь. Там есть магазин Хомла. Это именно магазин с артикулами для дома. И вот там все именно с хорошими скидками. Я нашла вот такие красивые стеклянные. Это, понятное дело, не хрусталь. Пялочки для десертов. Мороженица. Все это называют по-разному. Но я уже подавала здесь несколько десертов. Очень красивые. Они не маленькие. Такие средние, я бы сказала. Продаются они по 4 штучки. И я заплатила 29 золотых. Я взяла 2 набора. И вот думаю, что нужно было взять 3. Я вообще пыталась найти что-то из хрусталя. Но как-то ничего толкового мне не попадалось. И также взяла вот такие большие бокалы. На черные ножки, к сожалению, я бы предпочла или на белые, или вообще просто на стеклянные. Это уже из Пепко. И в Пепко раньше были очень похожие. Я как-то так не заметила, что они все-таки отличаются. Потому что те были в виде как бы бочонка, а эти были вытянутые. Или для красного вина. Но я покупала их для Апероля. Потому что для Апероля нужно что-то побольше. И также там лед, апельсин, все дела. Короче, сделаешь один раз и потом не бегаешь. У нас уже были гости. Оценили. И взяла 3 бокальчика. Я уже столько раз разбивала эти комплекты. То Том их что-то разобьет, то я, то в посудомойку складываю, все треснет. И еще в Пепко нашла стеклянные тарелочки. Тоже типа как под хрусталь. Видите, они граненые такие. Поменьше и побольше. Здесь еще есть золотой ободок. Я подумала, что на праздничных столах будет выглядеть очень симпатично. И также у нас периодически большие грили. Я тоже люблю красиво накрывать на стол. Я думаю, что вы и так знаете, что мне это в удовольствие. И я это делаю в первую очередь для себя. Потому что как-то даже приятнее есть. Все еще с наклейками. Такая тарелочка стоила 6 золотых. Взяла 2. Вот они еще с какими-то тут штуками. Какая-то грязь на них насыпалась. Сейчас буду мыть. Это размер побольше, но точно такая же. В общем, обещала вам показать еще лампу в ванной комнате. Как-то вечером я настолько быстро отключаюсь и занята то детьми, то еще чем-то не успела этого сделать. Поэтому давайте покажу хотя бы днем. Вот она моя новая лампа. Вечером она дает супер атмосферный свет, который провивается сквозь вот эти щели. И выполнена она из какой-то типа как соломки, наверное. Не типа, но это точно что-то натуральное. У нас здесь окна, такие под дерево. И она также перекликается с полкой для ванны. Супер вещь. Спасибо вам за рекомендацию. С удовольствием теперь пользуемся. Я в шоке. Сейчас будете в шоке и вы. Я сходила к косметологу. На следующий день я поехала на маникюр. У меня он был довольно поздно. В это время Томак был с детьми. Я не знала, чем они занимаются. И пока Алина пилила мне ногти, Томак прислал мне фотографию, где они с мальчиками уже едут с собакой домой. Они отправились на украинскую границу. И Томак где-то там отыскал питомник, почитал отзывы. И сам поехал посмотреть, что и как, познакомиться с хозяевами. И на месте принял решение не только за меня, но и за нас. Я вам говорила, что таких планов не было. И я не могу сказать, что это, знаете, как замена, что это уменьшает боль после ухода Мики. Но мне кажется, что Томак уже просто не знал, как меня вытянуть из вот этого депрессивного состояния. Потому что каждый день ты просыпаешься, новости все хуже и хуже и хуже. И кажется, что хуже некуда. Но нет, каждый следующий день доказывает обратное. Я вам говорила, что дома было очень пусто. И я видела, как он скучает. Я вообще, в принципе, никогда не наблюдала его таким грустным. И вот мы шли гулять. И он говорит, и как мы теперь будем без собаки? Ну, в смысле, как мы будем жить без собаки? И говорит, мы же все равно уходим постоянно на прогулки. У нас все равно есть достаточно времени, достаточно места в сердце для еще одного питомца. Он говорит, ну вот мы прошли столько километров, уже вы собаку выгуляли. Мой зверь меня тут сжирает просто. И да, мы даже не так. Я в глубине души очень этого хотела, но до сих пор боюсь. Глядя на это маленькое чудо, ощущение тревоги пропадает. И все-таки, знаете, появляется такая надежда на лучший расклад, на светлое будущее, на то, что может быть по-другому. И, кстати, по поводу надежды, это еще одно такое интересное совпадение. Сейчас. Иди сюда. Иди сюда. Я думаю, что пора вас познакомить с нашей юки. И вот такая малышка теперь у нас дома. Это тоже Акито Ину. Она совсем еще крошечная. Она кусает, я говорю, вот тебя подряд, вместе со мной. Юки. Такого, скажу, еще не было. Ты еще такого не надевала. Подожди. Крошка. Юки это девочка. Акито Ину. И вы знаете, как переводится Юки с японского? Это надежда. И говорят, что животные никогда просто так не переходят в твою жизнь. И только рада, что она у нас появилась. Правда, я сама никогда бы не решилась на этот шаг повторно. Я думаю, вы меня понимаете. Спасибо за то, что вы делились своими историями. И очень многие писали мне, присылали мне видео с собачками. Ну возьмите, возьмите, тебе станет легче. Вы были абсолютно правы. Просто это, знаете, так сложно решиться на нового любимца после потери предыдущего. Но она помогает нам пережить этот сложнейший период в жизни. Да? И вот это вот такое масенькое, верное чудо встречает тебя по утрам, смотрит такими преданными, чистыми глазами и радуется просто тому, что ты у нее есть. Что ты спустился, что ты уделяешь ей внимание. Она сейчас вылизывает мне руки. Боже, какая вообще родость. Ты моя надежда? Юки. Не юка. Не юкка, как растение, а юки. Да? И Томак сфотографировал ее маму. Она очень сильно похожа на Мику. Папа у нее довольно большой, поэтому она у нас будет крупной девочкой. Нам очень нравилась порода. Нас устраивал нрав. Да, не просто будет воспитать порядочную собаку. А я думаю, почему ты тут так занята? Ты грызешь мой ремень? Вот ей очень нравится вот эта веревка. Она у нас тоже случайно тут обнаружилась, но юки она очень подошла. Собака, скажем так, непростая в воспитании, но в прошлый раз я ходила с нашей Микой в школу для собак довольно долго, по выходным. И также у нас были индивидуальные занятия с кинологом. Если что-то будет идти не так, то я сделаю то же самое. Буду искать и просить о помощи специалистов. Но раз один раз... Раз один раз. Я думаю, что если у нас один раз получилось, то и второй раз мы как-то справимся, хотя у каждой собаки разный характер. Девочки, я не знаю, вот когда уходит твой любимец, часть твоего сердца просто как будто отрывают. Ты думаешь, что нет, но это невыносимая боль, я не смогу полюбить так же, но оказывается, что можно. Поэтому я рада, что у нас томок такой более решительный и иногда принимает на себя инициативу в каких-то важных моментах, типа покупка недвижимости, открытие нового бизнеса. Он такой более рисковый, я всегда нуждаюсь в большем количестве времени и я считаю, что собака это не игрушка, что это очень большая ответственность, это член семьи. Нужно быть готовым к тому, что тебе придется посвящать очень много времени и жизнь меняется, но если не так, как с рождением ребенка, то все равно ты понимаешь, что ты не можешь слишком долго просто лежать в кровати, ты обязан выйти, выгулять, ты обязан воспитывать, чтобы собака была адекватная по отношению к тебе и к окружающим, потому что все-таки это животное и оно может быть и агрессивным, если не проводить социализацию, если она не будет знать каких-то базовых команд, если, грубо говоря, начинает над тобой доминировать. Ну и, конечно, если недостаточно времени посвящать вот конкретно такой собаке, то она может сожрать полдома, хотя, глядя на то, как она все огрызет, возможно, у нас так и будет, потому что она готова играться просто круглосуточно, только после длительной какой-то прогулки она отрубается, и тогда ей не нужно вообще ничего. Ну, а сейчас она готова играться, просто веселиться и грызть все часами. Но даже если она что-то сожрет дома, ну что поделать, ну блин, это тоже ребенок, и как бы нужно это иметь в виду. Девочки, я очень рада, правда. Ну что такое вообще? Ну посмотрите, ну как можно не любить вот эту малышню? Ну как можно не любить? Я в шоке. Я не думала, что так будет. Я вам клянусь, что я не ожидала, что Томак так быстро возьмет собачку. Она с нами уже какое-то время, так как она совсем крошечная, а то первую ночь мы с ней спали здесь внизу, она пищала, потому что все-таки это разлука с мамой, со всей семьей, и новое окружение, поэтому мы спали с ней, я смотрю так вниз, извините, потому что она просто начнет кусать все подряд. Нужно следить за этим. Сейчас много времени уделяю ей, чтобы она тоже знала границы, что можно делать и что нельзя, и пытаюсь найти какое-то занятие, помимо атаки дивана. Диван, диван, диван. Я путаюсь, потому что диван по-польски это ковер, а у нас диван это, ну, диван, а по-польски это софа. Короче, иногда вы у меня уже, знаете, какой-то микс в голове. Так вот, сейчас уже Юки спит сама внизу целую ночь, там за ночь она один раз пописит, а вообще очень культурная, чистенькая, аккуратная девочка. Ну что, мы прощаемся с вами. Кстати, она будет такого же цвета, как Мика, и поверх вот этого подпушка серого еще вырастет шерсть, бело-рыженькая такая. И я пошла заниматься собакой, нам еще нужно выйти пописать, потом мы едем, как я сказала, на педикюр. Хорошего вам дня, побольше хороших новостей. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.